Добрый вечер! Добрый! Вы специально Украину выбрали или так спонтанно? Да, сейчас специально. Нет, я, знаете, я спокойно общаюсь с людьми. Так я что кричу или что-то говорю? Я просто спросил. Да какая ругань? Что вы любите? Есть такие, что ему только добрый день, говоришь, он уже начинает нахуй давать. Ну, вы знаете, тут есть один мужчина. Я понимаю, почему со стороны украинцев так происходит, но я не могу понять, почему со стороны россиян так происходит. Ну, знаете, пропаганда работает по области. Ну, я бы не сказал, что у нас там аж прям пропаганда. У нас, если говорят белые, то говорят белые. У нас, если какую-то информацию показывают, то по трем каналам одинаково. Ну, по крайней мере, ну, телевизор последний раз, я так скажу честно, смотрел, наверное, еще, так, чтобы не соврать, наверное, где-то месяца три назад. И то чисто случайно, потому что он там фоном работал. У меня дома три телевизора, короче, но это, ну, они к интернету, они все только интернет. Смысл смотреть этот. Ну, вот видите, я вот так скажу, можно говорить на белое-белое, на черное-черное, но картина, она не только из этих цветов составит общая. Не, ну, понятно, да, но если говорить на белое-зеленое, то оно не позеленеет, хоть ты там обговорись, согласись. Да, но если на цветную картину, по-моему, говорить, что это белое, из трех каналов одновременно. Не, ну, ты знаешь, есть такая ситуация, вот если умному человеку посредить его, чтобы он общался с дураками, и он со временем будет думать, что он тоже дурак, потому что, ну, так не бывает. Вот почему говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Потому что дебил с умным они дружить не могут в априори, потому что им неинтересно. Ну, как? Ну, грубо говоря, правильно? У них, во-первых, они могут там встретиться, там они могут быть знакомыми, встретиться, можно когда-то каких-то 50 грамм выпить, но, как бы, как таковой там дружбы, чтобы, ну, наврядь. Правильно? Не знаю. Я такого опыта не имею. Мне так кажется, я не утверждаю там, я не истинно в середине инстанции. А вы откуда? Из Петербурга. А, ну, конечно. У вас там все хорошо. Ну, Питер, Москва, мегаполисы там. У нас вообще не все хорошо. У нас мрак... Нет, так я не имею в виду прям хорошо, но, по крайней мере, наверное, в таких городах проще там заработать какую-то копейку, чем где-то там. Ну, слушайте, в любой более-менее нормальной стране мира, в столице проще заработать, чем где-то там. Понятно. Ну, я не то имел в виду. Ну, почему-то все, да, вот, сунут в Петербург, в Москву, не сунут где-то там, куда-то, где-то в Челябинск, ну, что-то не хотят они туда, там, ну... Почему в Челябинске не хотят? И в Челябинске люди живут. Ну, ну, почему у вас гастарбайтеры, вот, там, таджики, там, и туда-сюда, они едут в Москву, там, потому что там можно заработать... Ну, потому что они хотят больше денег. Правильно. Ну, я за что и говорю. Большой город больше денег. Вот видите, а в Украине такого аж прям расслоения между городами нет. Вот там навряд ли заставишь Львовяльно переехать где-то в Киев. Навряд ли. Либо с Харькова переехать в Киев, потому что... Знаете, я тут вот... Вы делаете утверждения, которые надо проверять, то есть, каким-то образом посмотреть, какая у вас... Это мои... Я здесь нахожусь в середине. Это мои... Да, есть такие, но... Но это маловероятно. Ну, то есть... Ну, знаете, я вот не силен. Я вот думаю так, что если вот есть какой-то город у вас или у нас, или, не знаю, там, в Америке Детройт какой-нибудь, да, закрылось предприятие, да, а люди-то жить хотят, Ну, они поедут туда, где есть работа. Я согласен. Это не зависит от того, со Львова он, я не знаю, там, из Тамбова или из Детройта, да. Нет работы, надо искать. Вот и все. Ну, почему-то едут, смотри, почему-то едут же в Питер, в Москву, да, в такие города. Там, где бабло крутится, правильно? Там же крутится бабло одно в основном. Мы же понимаем, что никто не поедет в худшее место, чем где он был. Вот, за что я говорю, расслоение такое вот в России. Что расслоение? Ну, смотрите, вот есть город, возьмем Россию, да, вот есть город, находящийся где-нибудь, например, на побережье, да. Давай Красноярск возьмем. Давай вот Красноярск. Нет, нет, я на примере хочу, чтобы было понятно. Вот есть город, который находится на побережье, да. Ну, да, Сочи, Адлер. Да нет, ну, не важно. И было там какое-нибудь производство, там, корабельное, да, там делали какие-нибудь петербург. И что? Разрушилось оно по той или иной причине, пришел упадок, а человек, вот, корабел производственный, да, он куда поедет? Ну, туда, где есть, ну, по профессии работа. Правильно. И поедет в Санкт-Петербург, да, не знаю, там, какие у нас... Ну, это все, ну, это очень... Ну, это очень... Производство. А что, в Москве, там, в Питере, там, какие-то заводы, пароходы, что там у вас строится? Конечно, у нас куча верфей. В Петербурге три верфи. Не, я не про верфи, я вообще про... Я знаю, ну, город на Неве, да. Санкт-Петербург, Ленинград, Петроград. Да. Ну, конечно, у нас автомобильные заводы есть вокруг города. Какие? А что вы пускаете? Ну, там, Мерседесы, Ниссан. Не, ну, подожди, а там вам немцы построили завод, вы просто там до купок крепаете. Вы можете, знаете, можете к этому как угодно относиться, люди на этих заводах работают. Не, не... Не, работа, я, бля, тут, тут, тут даже я... То, что там люди работают, я даже в Атаме не сомневаюсь. Я просто имею в виду. А свое личное, я тут давече разговариваю. Самолеты, самолеты вот строят. Какие вы выпускаете самолеты, если не секрет? Ну, вот, ну, Сухой сейчас выпускает самолеты и... Суперджад, да, вот это, что падает там постоянно. Да, ССЖ и... А кто их, кто-то покупает за бугра? Зачем? Зачем? У нас своих самолетов, знаете, сколько надо. Не, ну, у вас в основном такие дальнего, то там, Боинг, и у вас там такие аэрбасы. Ну, вот их надо менять, понимаете, нельзя же зависеть от геополитического противника. Их надо менять на отечественные. А кто, а кто ваш геополитический? Ну, вот просто я смотрел, у вас есть такая Левада-центр, и там задали вопрос, кто враги России. И у простых, скажем так, перед... Ну... На улице. Людей, да, там, на улице. Ну, скажем так, рандомным образом. А может, там, кто-то умнее, кто-то глупее, ну, неважно. Ну, что-то среднее, ну, среднестатистический средств. И вот на первом месте враги России. Это на первом месте Америка, на втором месте Украина, а на третьем месте Великой Британией. А чем это связано? Разве Америка на вас нападает? А чем, что вам Америка плохого делала? В 90-х годах не дала с голоду вам. Ну, так или нет? Конечно, нападает. Как, куда нападает, ну, объясни. Оно нападает, как вы любите, знаете, как у вас в стране любят, гибридно. Что-что? Гибридно, говорю, нападает. Гибридно. Как? Ну, гибридно это как? Санкции вводят по надуманным предлогам, по всяким разным. Почему? А какой же надуманный предлог про санкции? Ну, вот я вам пример... Крым аннексировали, оккупировали войну на Донбассе, ну, а так вот, за это и санкции. Ну, так за это и санкции. Подождите, вот, например, была санкция за применение химического оружия в Сирии. Ну, вот они доказали, да, они доказали и дали по санкции. Что-то и дело, что ни оружие, ни применение не нашли, а санкции... Ну, оно так не работает. Ну, как не доказали? Скрипали, отравили, отодолили, едики нет. Ну, как не доказали? Ну, так были заявления. Вот видишь, ты сам возвращаешься к своему же утверждению, что... Доказательства они не предоставили, судебного решения никакого не было. Было просто заявление политиков. Это сделала Россия. Что это, как, когда, каким образом. Ну, и Боинг на Донбассе тоже вы не сбили, да? То есть Букниваш был. Ну, нет, и так далее. То есть, им нужен повод. То есть, привзято. Это называется гибридная... Ну, знаешь, я тебе скажу так. Знаешь, если ты один раз в жизни закресятничал, ты всю жизнь будешь крысой. Что бы ты ни делал, это клеймо на всю жизнь. У вас вот так вот, вы... Их там нет... Ну, что вы сразу агрессию поставите? А чушь, какая агрессия? А что я агрессивного сказал? Ну, что я тебе агрессивного сказал? Начинаете крыситьничать, что-то как-то... Я тебе как пример привел. Ну, можно его там, ну, другой можно привести. Ну, какая проблема? Я ж тебе не говорю. Ну, это я тебе как пример, чтобы было понятно. Ну, если ты раз где-то что-то там накосячил, тебе всю жизнь будет говорить, что ты крыса. Даже... Что не всю жизнь? Может... Каждый человек косячит. Поверь. Косячит. Косячить может каждый косячит. Потому что святых нету и их не бывает. Все ошибаются, все где-то... Ну, это все понятно. Но есть такие вещи, которые не прощаются. Вот, например, Украина, мы вам никогда не простим за то, что вы у нас 15 тысяч украинцев на Донбассе убили. Никогда мы вас не простим. Давайте не надо. Больше половины вы сами поубливали. Кого мы убили? Мы на своей земле. Вы там... Ну, это понятно. Ну, давайте, короткий момент возьмем. Вот здесь, вот Донецк и Луганск, они решили... Не важно, правильно, неправильно, не в этом сейчас дело. Это важно, это важно. Подождите, я закрываю. Это важно. Дайте запрещу. Ну, давай, давай. Вот, для примера это не важно. Вот они решили что-то там, что вам не нравится. Окей. У нас главное... Что значит вам не нравится? Подождите. Да не, ну это уже разговор неправильный. Что значит нам не нравится? Это суверенное государство. У нас не может быть такое нравится, им не нравится. Это их не половину. Чемотан, вокзал, Россия. Все, до свидания. Я могу вам то же самое сказать по поводу вашего Евромайдана. Кто хотел... А что вы имеете к нашему Евромайдану? Чемотан, вокзал, Европа. А что вы имеете к нашему? Это наша земля. Мы все хотим скальпинг. Хотим... Вы каким боком к нам относитесь? Дайте закончить мысль. Ну, ты какой-то чушь говоришь. Я не могу... Вы дайте закончить, вы тогда поймете. Потому что вы на полпути прерываете. И, конечно, для вас это выглядит чуще. Вот я продолжу. Вот они что-то там себе решили. Вам это не понравилось. И я вас понимаю. У нас была Чечня, и нам тоже не нравилось. И я вас прекрасно понимаю. Но, как и мы в свое время, так и вы в этом... Что вы сделали? Вы не стали с ними разговаривать. Вы ввели войска и начали стрелять. Не важно. Значит, ввели... Были наши войска. Да, там были наши войска, которые начали стрелять в людей. Каких людей начали стрелять? А даже если не стреляли... До тех пор... Ты знаешь, ну, это примерно... Когда у вас была Чечня, то есть в Чечне никто сбоку не помогал. Они своими силами. Да, в стране не приехали. А кто помогал Чечне? Ну-ка, расскажи, какое-то оружие поступало? А все участие американцев. Кто? А каким образом... Давайте ответим на этот вопрос. А каким образом оружие туда поступало? Каким образом они... Ну, как это? Куда они летели? Как они туда проходили? В вертолеты они летели в федеральных войск. А вы почему их не сбивали в вертолеты? Чечня у вас в середине. Подождите, в какой середине? Она скажет, что... Откуда у повстанцев в Чечне... Да, вот террористов... Ну, так вот оно обычно бывает. Вот это самый главный вопрос. Откуда у повстанцев в Чечне были американские стильдеры? Американское оружие, американская взрывчатка и так далее. Откуда? У нас была советская, да, потом российская. А у них была американская. А американская у них была из двух источников. Или из стран НАТО, или из саудитов и прочих вот этих товарищей. Откуда там еще? Так что все там было сбоку, все было сбоку как надо. А товарища просто не дослушал, а пример мой был очень простой. Даже если, неважно по каким причинам, Донецк и Луганск решили какие-то принял какие-то решения, которые не понравились центральной власти. Это можно понять и те, и по другим. То после того, как там начали стрелять из пушек, неважно по кому они целились, гибли-то мирные жители, в том числе. За это они тоже не ответят. А они же гибли. И от чьих рук они гибли. То есть, если мы говорим, как американцы, это были сопутствующие потери, это не считается. Ну, тогда, как говорится, вы меня извините, у нас для вас других потерь нет. Спасибо всем, кто посмотрел. Пока.